Всем привет! Одним из моих самых любимых косметических продуктов последнего времени стала гелевая подводка. Не знаю почему, почему-то в последнее время очень мне нравится делать стрелки и практически каждый день мой макияж выглядит как-то вот так, ну за исключением, конечно, желтого, но приблизительно как-то так я себе делаю ежедневный макияж. Очень мне нравится, как-то прониклась я стрелками и поэтому, конечно же, хочу рассказать вам про гелевые подводки, которые мне есть, сравнить их качество, рассказать, что стоит покупать, что не стоит покупать. Поэтому, если вы также любите гелевые подводки, как люблю их я, то думаю, вам это видео будет интересно и поэтому оставайтесь. Начну с того, что скажу, что сегодня я буду рассказывать про, сравнивать, вернее, три подводки. Первая это Bobby Brown, которая называется Longwear Gel Eyeliner. Вторая подводка это Makeup Atelier, которая называется Eyeliner Gel. И третья подводка от Elite, которая называется Must Have Liner. И что касается оттенков, то Bobby Brown это оттенок Caviar Ink, это темно-темно-коричневый оттенок, а эти две у меня в черном, обычном черном цвете. Ну и давайте приступим. Вы, наверное, знаете, что я обожаю просто подводку от Bobby Brown. И я ее использовала практически всю, вот все, что у меня там осталось. Я надеюсь, что вам это видно, что у меня там практически ничего не осталось. И она у меня уже, наверное, два года. Может быть, не полных два года, но где-то приблизительно это время точно. За это время подводка, конечно же, сейчас она уже очень сильно подсохла. Очень жалко мне, конечно, это, но я продолжаю ей пользоваться, потому что она все еще в таком состоянии, в котором ее можно использовать. Никакие там, я не знаю, раздражения глаз и тому подобное, всякие аллергии она у меня не вызывает. И абсолютно ничего, кроме сплошного позитива, я про нее рассказать не могу. Давайте я, наверное, начну с новых подводок, потому что про Bobby Brown, если вы смотрите мой канал, то вы уже, наверное, слышали миллиард раз. Я начну с новых подводок. Дело в том, что Bobby Brown у меня довольно сильно подсохла, к сожалению, и мне нужна была новая подводка. Я решила купить новую подводку в черном цвете, потому что сейчас я, в принципе, перекрасилась, и черные подводки на мне смотрятся довольно неплохо. Я сначала купила вот такую вот Elite Paris Must Have Liner. Эту подводку я не планировала покупать, это была абсолютно случайная покупка. Мы с моей подругой ходили по магазинам, и там был стенд косметики Elite. Я, в принципе, никогда об этой марке ничего не слышала, но меня подкупила цена, потому что эта подводка стоила всего 35 гривен. В рублях это получается где-то около 140 рублей, то есть вы себе представляете, насколько дешевая эта подводка. Кроме всего прочего, там было написано, что она очень стойкая и что она водостойкая. И, в принципе, конечно же, мне стало очень интересно, написано, что это французская марка, но сделана она в Тайване. В любом случае, за 35 гривен грех было просто не купить эту подводку и не попробовать, что же она из себя представляет. Ну и что, в принципе, я могу сказать про эту подводку. Наношу я все эти подводки вот такой вот кисточкой от Sigma Eyeliner E11. Она мне очень нравится тем, что она очень тоненькая и в то же время довольно короткая. Для гелевых подводок лучше иметь те кисточки, которые чуть-чуть короче, чем обычная кисть для подводки, то есть в основном они очень длинные всегда. Мне для гелевых подводок нравятся такие, которые чуть-чуть покороче, потому что они с ними, такой кистью просто с гелем или с таким кремом намного проще работать. Ну, в общем-то, перейдем к обзору самой подводки. Подводка эта, в принципе, дает знать о своей цене, то есть, конечно же, не стоит от нее ждать чего-то сильно сверхъестественного. Она очень черная, она довольно стойкая, она хорошо наносится. В принципе, у нее текстура такая немножко твердоватая, и когда я наношу эту подводку, то она бывает цепляется за ресницы, немножко пачкает ресницы, но в то же время ничего там супер какого-то страшного она не делает. Она красиво выглядит, она насыщенная, черная такая подводка, красиво смотрится на глазу, но, к сожалению, на мне она не держится. Где-то приблизительно через часа четыре она начинает отпечатываться у меня на неподвижном веке. И также со временем, чем дольше я ее ношу, тем больше она отпечатывается, и тем больше она начинает исчезать. То есть она отпечатывается и в то же время исчезает с самого века. Поэтому, как бы, эту подводку я рекомендовать, наверное, не буду, разве что тем, у кого сухая кожа и сухие веки, то на вас, возможно, она будет держаться нормально. Но вообще, в принципе, за 35 гривен подводка, которая нормально держится 4 часа, это, ну, мне кажется, это нормально. Большего от нее ждать, наверное, не стоит. И если вам нужно сделать какой-то макияж, вы долго не ходите с макияжем, буквально там на вечер нанесли, пошли куда-то в кафе или ресторан, и вернулись через 2-3 часа, то вам вполне подойдет такая подводка. Дальше хочу вам рассказать про подводку от Элье. Я ее купила сразу же после Элит. То есть я купила Элит, посчитала, что нет, все-таки я ей недовольна, и решила, что надо все-таки купить себе профессиональную подводку и не мучиться, что, ну, чего я пытаюсь заменить непонятно что, непонятно чем. Надо нормально потратить деньги и купить ту подводку, которой я буду 100% пользоваться, там, год, например, как, например, моя подводка от Боби Браун. И так как я очень сильно люблю компанию Makeup Элье, за их тени, которыми я пользуюсь просто постоянно, я решила посмотреть на их подводку. Эту подводку очень сильно хвалили на курсах визажистов, на которые я ходила, и нам говорили, что вот покупайте обязательно только эти подводки, потому что все остальные это просто ужас, эта подводка очень стойкая, очень черная, там, в общем-то, в принципе, лучше, просто на свете не существует. Ну и вспомнив все это, я решила, что надо, наверное, заказать Makeup Atelier, потому что, тем более, Makeup Atelier в Украине достать довольно просто, доставка, там, один-два дня, Боби Браун мне нужно было бы ждать, там, недели-две, если бы я заказывала с Америки. Поэтому я решила купить Makeup Atelier, и, как бы, я на нее ставила очень большие ставки. Я была просто уверена, что это будет хорошая подводка, что у меня абсолютно не будет с ней проблем, и, как же, сильно я ошиблась. Дело в том, что, наверное, нельзя относиться к бренду так заведомо хорошо, что все продукты, которые они производят, будут хорошими. Такого не бывает. Во всех брендах, как дорогих, так и дешевых, есть свои очень хорошие продукты, и есть просто отвратительные. Так вот, вот это относится, к сожалению, к отвратительным продуктам, потому что она по своим свойствам абсолютно ничем не отличается от подводки Elite. Я нанесла эту подводку, так как у меня были, в принципе, большие ожидания, и я даже не ожидала от нее, что она будет отпечатываться, или что она будет плыть. Я нанесла ее, ну, скажем так, в довольно ответственный момент. Я нанесла ее, все, у меня был макияж очень красивый. Она имеет текстуру такого, скажем так, растаявшего масла. Она очень-очень такая кремовая, очень просто с ней работать, она просто как будто скользит у вас по веку, и за это, кстати, ее никак поругивать не могу. Текстура у меня очень приятная. Я нанесла эту подводку, пошла, скажем так, по своим делам, и особо даже как-то я не проверяла себя в зеркале, то есть как я его вижу. И тут как-то вот решила проверить, я посмотрела в зеркало, я просто была в шоке. Она так же сильно отпечаталась. Где-то тоже через 4 часа она так же сильно отпечаталась у меня на веке, но если вот эту Элит можно легко там как-то подтереть палочкой ватной, то вот эту заразу просто абсолютно никак невозможно отодрать с ваших век. Она настолько сильно стойкая, что невозможно просто подправить макияж. Если вы будете палочкой там где-то подтирать, вам придется стереть, я не знаю, там верхний слой эпидермиса, наверное, чтобы отодрать эту подводку с вашего века. И, ко всему прочему, смыть ее вечером, вот когда я смываю макияж, Элит и Бобби Браун смывается очень просто. Бобби Браун вообще смывается идеально, там один раз легко протрешь глаз и все, ее нет. Но при этом она держится, пока вы ее не снимете. Элит снять немножко сложнее, но тоже в принципе можно приложить ватли диск, пару секунд подождать и все, ее нет. Отелье — это что-то невероятное. У меня никогда в жизни не было такого, скажем так, опыта смывания подводки, потому что я стояла вот так вот с ватным диском, наверное, ну, минуты три, да, чтобы не соврать. Потом я терла, потом я очень сильно терла. Потом, когда я все уже стерла вроде как со своего глаза, у меня все равно были такие черные как бы круги под глазами, и я стояла с ватными палочками, там это все подтирала, вытирала, и на следующее утро я все равно проснулась с глазами панды. То есть как ее не вытирай вечером, как ее не вытирай, как ее не оттирай, не зная, что с ней делай, все равно утром я проснулась с черными такими кругами под глазами, и я лично не знаю, как ее можно снять так, чтобы как бы снять полностью. Мне кажется, это просто провал какой-то, это ужасно. Я совсем не ожидала такого от профессионального бренда, тем более от мейкап ателье, которую я очень сильно люблю, я их тени просто обожаю. И сделать такую подводку, ну это я в недоумении. Поэтому подводку эту я абсолютно никому не рекомендую. Увидите где-то, сразу закрывайте окно браузера, сразу там уходите с магазина, потому что это просто кошмар. И давайте я сейчас еще расскажу вам про Побби Браун. Эта подводка действительно идеальная. Лучше, наверное, геневой подводки просто в мире не существует, потому что она очень приятной текстуры. Она такой очень кремовой, приятной текстуры. Легко ложится, легко наносится, не пачкает ресницы, не тянет века. Очень насыщенный оттенок, замечательно она держится на водной линии. Да, в принципе, я не знаю, все, что вы хотите от подводки, в этой подводке 100% есть. Плюс еще очень много оттенков в этой подводке. Мне этот оттенок Caviar Ink, который очень-очень-очень темный коричневый, безумно понравился. Я, в принципе, хочу заказать себе еще одну такую подводку. И вот сейчас сомневаюсь, то ли брать черную, то ли брать опять вот такого же цвета. Но она действительно идеальная. Она абсолютно не отпечатывается. Она целый день и целый вечер, целую ночь будет держаться в идеальном состоянии. нигде не отпечатается, ничего с ней не произойдет. И, ко всему прочему, ее очень легко смыть. И давайте я вам сейчас продемонстрирую свотчи на руках. Вы сможете убедиться в стойкости, в том, как она держится, как она смывается. Ну и вот все эти три подводки у меня на руке. Первая это нижняя была Brown, посерединке Elite, и с самого верха это Makeup Atelier. Сейчас я дам пару минут ей, чтобы она уселась, засохла, и возьму тогда свою пиодерму и покажу вам, насколько хорошо они смываются. Кстати, тоже забыла уточнить, подводка от Makeup Atelier мало того, что не смывается с глаз, она еще и не смывается с кисти. Для того, чтобы отмыть кисть, мне тоже понадобилось, я не знаю, минут 20, наверное. Она очень сильно засыхает на кисти, ее просто невозможно отодрать. Поэтому очень-очень большое, просто огромное разочарование в этом плане. Ну, прошло пару минут, я думаю, что подводка это уселась. Сейчас сделаем тест на размазывание. Как видите, я довольно сильно тру. В принципе, ни одна подводка не размазалась так, чтобы именно размазаться. Элит чуть-чуть буквально подмазалась, то есть, как бы, но ничего критичного. То есть, они, в принципе, одинаково держатся и практически не размазываются. Теперь я беру ватный диск, немного его смочу в биодерме и сделаю тест. Вот так вот очень легко сначала протру. В принципе, ватный диск, ну, как бы, имеет в себе какой-то цвет, то есть, что-то он снял, но, в принципе, все подводки держатся, как они держались. Теперь давайте я вот так вот по чуть-чуть буду стирать. И вы видите, что Элит и Бобби Браун смываются, в принципе, одинаково. То есть, вот, я пару раз потерла, и они выглядят практически одинаково. То есть, если приложить ватный диск, немножко подержать, там чуть-чуть протереть, то все, их уже нет. Теперь смотрим, что происходит с мейкап-атрие. Она абсолютно никак не смывается. Вот, я уже просто до боли начала тереть. И вот до сих пор еще тоже от нее остались остатки. Вот, вы представляете, если вы будете тереть вот так вот на своем глазу, что это будет? Вот. Ну и все равно остались там пару точек черных у меня на руке еще до сих пор в нее. Но основная часть ее смыла. Сейчас у меня рука даже тут покраснела в этом месте, потому что очень тяжело просто смыть эту подводку. И вот так вот приложить диск и держать, это ничего не даст. Я так пробовала сидеть минут пять. Наверное, она все равно ее не разъела, и все равно она не смывалась нормально. Поэтому, конечно, мейкап-атрие это ужасный провал. Я никому не советую эту подводку. И просто не то, что не советую, это, я не знаю, это какое-то наказание. Просто если вы хотите кому-то сделать подлость, то подарите обязательно вот такую подводку. Я думаю, этот человек оценит ваш юмор и ваши старания. Ну, в принципе, и все. Вот такой вот обзор у меня получился на эти подводки. Обязательно сообщите мне в комментариях, какие подводки любите вы, потому что я, по крайней мере, сейчас за все время использования разных подводок не нашла ничего лучше, чем Бобби Браун. Жидкая подводка мне нравится Донни Винк. Вы это тоже, наверное, знаете, которая Liquid Eyeliner такая в форме маркера. Это две текстуры разные и две подводки, которые меня никогда не подводят и выглядят просто замечательно на наших глазах. Целый день никаких с ними, никаких проблем абсолютно с ними нет. В любом случае, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал и я надеюсь, что увижу вас в следующем своем видео. Пока!